После завершения переходного периода в работе нового регионального оператора по вывозу мусора, когда были решены серьезные проблемы, назрела необходимость сверить часы в совместной деятельности. Для этого было проведено рабочее совещание, посвященное сбору и вывозу мусора в нашем районе. В рабочем совещании по вопросам сбора и вывоза мусора в Славянском районе приняли участие депутат Законодательного собрания Краснодарского края, председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский, председатель Совета депутатов Славянского района Григорий Литовко, заместитель главы района Константин Левченко, исполнительный директор Экотехпрома Елена Козлитина, главы поселений района, руководители предприятий, представители депутатского корпуса, председатели территориальных общественных самоуправлений. Задача сегодня рабочее совещание провести, чтобы посмотреть за те полтора-два года, которые мы работаем вместе, что получается, что не получается, задать те вопросы, которые люди нам задают, не как депутатам, а как депутатам, а в администрации. Нам важно разобраться в этих вопросах, а самый главный вопрос – это коммуникация. Я думаю, что если мы раз в полгода хотя бы будем собираться для того, чтобы развязывать те узелки, которые не получаются, то это только на пользу. Исполнительный директор Экотехпрома Елена Козлитина сказала, что с января по сентябрь из Славянского района было вывезено более 222 тысяч кубических метров мусора. Вывоз ТКО осуществляется 12 единицами мусора уборочной техники. Парк транспортных средств в большей степени преобладает на марке – это «Мерседес», «Фузи», «Ман». Год выпуска наших машин не старше 2020 года, и он подходит по всем критериям для уборки твердых коммунальных отходов в настоящее время. С 2021 года региональный оператор установил по Славянскому району 590 евро контейнеров под сбор ТКО. Контейнеры оставлены на жилом фонде и бюджетной организации. Также установили 4 бункера в 8 кубовых в Петровском и Петровском сельских поселениях. Все понимаем, что данного количества контейнеров не хватает, но общими усилиями совместно с администрацией района и администрацией города мы подходим к этому вопросу, где-то доставляем мы, где-то покупают администрации контейнеры. В живом диалоге были обсуждены десятки вопросов и предложений, направленных на совершенствование системы вывоза мусора, корректировки клиентской базы, улучшение коммуникации между региональным оператором и главами поселений в интересах жителей. В ежедневно с 5 утра в городе начинается уборка подразделениям Экотехпрома, чистый город, заказчик, который является Экотехпромом. В городе работает 8 людей с различной мусороуборочной техникой. Вывоз мусора осуществляется согласно графику отвержденного поселения. На всех контейнер-площадках ежегодно, ежедневно производится уборка 1 раз в сутки. Кроме того, 2 раз в сутки производится уборка. Это по заявке города, по согласованию с Экотехпромом, вечерняя уборка на 13-й контейнер-площадках, что тоже помогает поддерживать чистоту. А также Экотехпром, осуществляясь, вывоз мусор на территории города. Для геомальных операторов ежедневно вывозят крупногабаритные отходы. В настоящее время технику у них вышло из строя и заменили. Не хватает в городе контейнерных площадок, в том числе и по сбору крупногабаритного мусора. Виктор Чернявский привлек внимание к этой проблеме. В городском поселении решение видят в дополнительной расстановке 10 больших 8-кубовых контейнеров. Главы поселений отметили, что на оборудованных ими контейнерных площадках есть специальный отсек для крупногабаритного мусора, но его убирают редко. Елена Козлитина пояснила, что твердые коммунальные отходы забираются раз в сутки, а крупногабаритный мусор региональный оператор обязан убирать раз в 7 дней. Было решено совместно с главами в каждом населенном пункте утвердить график вывоза крупногабаритного мусора. Тогда техника будет приезжать к определенному времени, а люди не будут копить мусор, а приносить к конкретной дате. Однако строительный мусор, стекло, бетон, шифер, доски к твердым коммунальным отходам и крупногабаритному мусору не относятся. В тариф регионального оператора не входит. Если вывозится, то по отдельной заявке с отдельным договором. Вывоз одного кубического метра строительного мусора стоит около полутора тысяч рублей. Виктор Чернявский резюмировал, что для поддержания чистоты необходимы совместные действия. Со стороны оператора четкий график, со стороны глав работа с людьми и их оповещение. Плюс возможность вывести мусор за плату по дополнительной заявке. Были озвучены и отработаны вопросы, находящиеся на контроле у Виктора Чернявского. Ограждение контейнерной площадки у детской поликлиники. Средства на него уже заложены, и до 1 марта будущего года работа должна быть выполнена. Перенос мусорного контейнера на улице Совхозной подальше от жилого дома. И еще один острый вопрос. Мусоровозы большой грузоподъемности неприемлемы для поселений. Они разрушают гравийное дорожное покрытие. Контейнеровозы и мусоровозы для пакетного сбора большой грузоподъемности, лично для анастасийского сельского поселения неприемлемы, потому что у нас гравийные дороги, тем более люди порядка полутора миллиона в этом году сдали. На щебеночной дороге мы завезли их почти 400 тысяч кубов в щебню. Но щебень эти дороги, этот транспорт не выдерживает. Пока ИСУЗУ работает, все нормально. Как только заходит МАН, Мерседес или, бывает, там МАС у вас появился, для нас это проблема. Потому что на следующую весну проблема, как ее снова устанавливать. За чей счет? Специалистам Экотехпрома было предложено отработать логистику передвижения тяжелых машин и по возможности не отправлять их в поселение. В данный момент назрела необходимость оперативно актуализировать базу данных плательщиков, чтобы не начислять платежи жителям, которые фактически не проживают по указанным в базе адресам. Было решено выделить одного сотрудника Экотехпрома, который за два месяца на транспорте, предоставленном администрацией района, побывает во всех поселениях муниципалитета и уточнит базу. Работу с юридическими лицами, которые регулярно сбрасывают в установленные лодочки свои отходы, было решено организовать совместно. О положительной работе ТОСа с региональным оператором рассказала директор общественно-социального центра Кожевского сельского поселения Юлия Ченская. Для удобства была создана группа в мессенджере, которая позволила доносить информацию до жителей поселения и получать обратную связь. Это позволило нам оперативно доводить информацию до населения и получать обратную связь. Для организации работы по сбору ТОСа с региональным оператором был собран совет старших квартирных домов, совет ветеранов, где мы приняли решение по размещению площадок для сбора ТОСа в местах удобных как для населения, так и для подъезда региональным оператором. Графики вывоза ТОСа согласовывались совместно с жителями и региональным оператором. Жители через связь с WhatsApp незамедлительно нам сообщали о сбоях в работе регионального оператора, которые были благодаря быстрому реагированию региональным же оператором, мы устоялись. Рабочее совещание было очень продуктивным. Были заданы десятки вопросов, и что главное, ни один из них не остался без комментария или конкретно принятого решения. Поставлены задачи для дальнейшей совместной работы. На начало следующего года запланирована аналогичная встреча для того, чтобы подытожить, что было сделано после этого совещания. Продолжение следует... Продолжение следует...